всем доброе утро запись пошла время московском 09 30 сегодня у нас вторник начинаем наш утренний обзор как всегда с вами аналитик трейдер кириан со владимира клуб трейдера котель начинаем с фундаментального анализа и смотрим какие события у нас были вчера и которые будут сегодня которые могут повлиять на рынок также после самого обзора вы можете какие-то задать вопросы и кому понравился обзор поставьте лайки итак посмотрим что же мы видим мы видим вчера был выходной по европе полностью то есть ник стран европейской сессии практически него американская тоже ну рынок себя вел неоднозначно по-разному были резкие движения вверх-вниз в общем стояла цена в каком-то коридоре но обычно так всегда и бывает во вторник что важно для новой зеландии это число прибывших туристов как видите туристам нету минус 10 и 8 2 и 9 то есть мы понимаете почему коронавирус вообще по китаю видим хорошие данные то есть это что это означает означает что вот сырьевые валюты новозеландия и австралия могут подняться по американской сессии мы практически ничего не вижу на серьезных данных единственное обратим внимание на запасы дистиллятов это дистилляты это то есть керосин бензин и завтра мы будем ждать данные по нефти вот это очень важно запасы нефти очень много нефти обратите внимание 15 миллионов здесь 11 миллионов дистилля то есть запасы сумасшедшие почему потому что запасы были не машины не автомобили то есть очень мало требуется топлива поэтому запасы увеличиваются конечно это скажется на нефть переходим на графики и давайте посмотрим начинаем с индекса индекс что мы видим индекс падает мы это видим хорошо пробит уровень важный очень уровень и цена идет вниз соответственно смотрим фондовый рынок фондовый рынок остановился то есть ну вот то есть видите максимум и остановились дальше нет движения и даже вот видно поднимаемся но есть какое-то препятствие которого цена вот 2 817 то же самое делает доу джонс ну и нефть как видите хорошо пошла 36 и удар ровно 36 99 37 вылет снова вниз и снова коридор то есть неясная ситуация когда эти коридор это неясно начинаем с евро с евро что мы видим но понимаете вот здесь по евро многие могут сказать ну вот да открылась бар пробует закрыться выше то есть это называется качели не закрытие выше не закрытие ниже мы не видим если мы видим что это уровней и мы видим что от этих уровней были какие-то движения поэтому я был сегодня воздержался от евро вот что касается фунта здесь абсолютно другая картина здесь мы видим как мы подходим такому важному уровню вот обратите почему он важен потому что на нем были зеркалка касание и мы его взяли за уровень сейчас цена к нему подходит надо смотреть его реакцию если цена будет пытаться пробиваться и возвращаться назад вот тоже сегодня по фунту вот ситуация я говорил что единственным по фунту если вы собираетесь допустим цена начнет корректироваться ну к примеру вот таким вот образом то есть я все время говорил по сетке к примеру вчера можно было вот 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 сейчас цена да снова идет вверх то есть мы натягиваем фиба места им импульс какие у нас цели ну вот цели у нас сразу вырисовывается то есть у нас видно 61 8 мы принимаем движение идем вверх пробиваем отлично то есть можем сейчас эту цель держать таким вот образом мы берем вот это вот движение небольшое движение хочу сказать но принципе она позволяет нам там зайти в сделку взять движение по основному тренду как видите тренд идет вверх поэтому все коррекции которые идут мы принципе всегда покупаем никогда и покупаем если цена находится это нехорошая ситуация нам нужно чтобы цена всегда скорректировалась после этого покупка вот по фунту можно рассматривать покупки вот видно хорошо пока не будем начнем тестировать здесь уровне мы поймем на старшем таймфрейме что за произойдет что может быть может быть удар может быть остановка цены может быть пробитие закрепление и цена пойдет дальше время покажет по фунту мы определили что мы на коррекции заходим покупки идем дальше как я говорил что по китаю хорошие данные что это говорит мне говорит о том что мы можем принципе по австралии рассматривать покупки попытка закрыться выше первый бар закрылся ниже то есть видите фактически с хвостом второй бар пытается закрыться выше можно ли сейчас покупать в принципе хочу сказать если цена начнет корректироваться вот мы говорили о том что цена откроется 61 и 8 этого не произошло и соответственно мы тянем дальше фиба на новый импульс а где же основа импульс импульс вот он начинается мы сейчас видим что цена поднимается выше и принципе вот откат в эту сторону даст нам хорошее движение но обратите внимание что вы видите вы видите уровень здесь очень важный конечно здесь будут ложные пробой закрепление выше это еще нам подтвердит то что вот когда те уровень все-таки не старайтесь сразу входить старайтесь осмотреть реакция этого уровня то есть как цена будет реагировать если она закрепится на старшем таймфрейме тогда уже мы можем ходить в принципе мы видим что мы здесь больше рассматриваются покупки чем продажи поэтому предпочтение для покупок новозелландская валюта вторая сырьевая пара и принципе мы сейчас определимся все таки что она делает мы видим что есть попытка остановка цены и попытка пробиться удастся пробить закрепиться выше вот здесь вот надо подумать при закрептором паре закрепления покупать продавать тоже горит желание могут посмотреть как красиво не стоит пока спешить продавать надо закрепиться ниже четко понять что мы закрепимся это ложный пробой и дальше принципе это усилить нашу проторговку и тогда можно пытаться уже идти вниз вот при этой ситуации при как я говорил данные по китаю а это две сырьевые пары из потребуется все-таки это сырьевые страны которые снабжают кита и поэтому здесь и минеральные удобрения у них много много очень сырья и берут китай берет в этих стран и поэтому здесь вот очень важно что вот здесь произойдет поэтому по австралии мы будем на коррекции брать движения здесь пока подождем продавать мы здесь не будем золото ну хочу сказать по золото но летит вверх и очень хорошо то есть интересно золото потому что сейчас оно летит вверх все начинают покупать и очень хорошие покупки мы об этом говорили отсюда была покупка сейчас цена закрепляется выше закрылась выше закрепилась сегодня завтра идем покупать то швейцарский франк что по первым этапам можно сказать мы упали на поддержку можно сразу ли покупать принципе есть попытки ударов сейчас цена открылась выше здесь ниже здесь вот до этого момента я говорил что здесь принципе хорошая поддержка когда хорошая поддержка надо внимательно смотреть что же делать дальше вот здесь мы искали продаж и вот по этому движению но сейчас мы практически подошли к уровню тут возникает вопрос а что же делать здесь вот мы сейчас стоим фактически вот зоне и вот здесь вот если действительно цена начнет нырять вниз и возвращаться вот в эту сторону можно пробовать в принципе покупать ну что может быть может быть возврат и цена здесь закрепляется и тогда уже продажи но что хочу сказать надо смотреть на старший таймфрейм эта ситуация покупок однозначно потому что отсюда у нас на истории мы делали покупки и мы в этой ситуации сейчас стоим но нет у нас ложного пробоя ждем ложный пробой возврат сюда на этом и принципе можем рассмотреть вот по такой ситуации торгена вот здесь вот интересная ситуация если сразу видно вы видите на тут вам не надо рассказывать кто смотрит мои обзоры кто торгует по уровням здесь понятно что было закрытие ниже и закрылись ниже но ситуация для продаж не очень хорош нужно откат и в этой ситуации когда вы видите такие вот движения наша задача вы определились движением дальше задача найти как зайти в сделку вот первый импульс который мы видим я понимаю мы сейчас можем ждать вот этот импульс можем ждать коррекцию зону 61 и 8 и заходить в сделку в принципе такой вариант тоже можно рассматривать как дополнительный вариант стоп ставить за уровень я понимаю конечно вы понимаете что да действительно если цена сбивает наш стоп возможно вторым вторым входом если цена действительно покажет что она не берет на старшем таймфрейме этот уровень мы конечно зайдем и отобьем этот стоп все очень просто юсдк одна из пар которая связана с нефти мы говорили о том что юсдк от падает но он не сделал ложный пробой но единственное что хочу сказать вот если правильно посмотреть мы видим что цена довольно долго стояла вот был у нее импульс движение вниз и вот была коррекция то есть если вот посмотреть внимательно ложный пробой мы не получили но а натянув в сетку мы видим следующую картину где же отработала цена мы всегда говорили от 61 и 8 это уровне от которых отрабатывает цена цена в данной ситуации отобрабатывает 38 и 2 такое тоже бывает не доходит до наших уровней и улетает от нас а сейчас мы видим следующую картину мы видим импульс идет вниз и соответственно импульс вот он идет в данной ситуации сто процентов то есть наша задача получить снова движение к 61 и 8 и войти в сделку вот это идеальный вариант точки входа данной позиции вот так пока на данный момент мы рассматриваем посмотрим как это отработает на стоп соответственно прятать за сто процентов и нефть нефти мы видим следующую ситуацию я говорил выход с канала что мы сейчас видим мы видим что цена находится в канале если цена находится в канале мы ничего не делаем мы ждем выход с канала или вверх или вниз вот скажут нет здесь надо четко понимать что здесь мы стоим сейчас возле уровня тоже интересный момент то есть видите мы бьемся возле уровня уровень 3481 мы внимательно смотрим у нас есть этот уровень и наш канал уже мы уже не ждем пробития почему потому что мы понимаем что здесь наш канальный вариант уже не идет мы видим что цена стоит канале принципе можно конечно использовать и канал для торговли почему потому что у нас видно что за этим каналом будет стоп и тогда цель у нас будет идти вниз сколько будет идти низко да мы знаем что есть договоренность снижение но запасы не все очень большие вот чем дело как себя поведет рынок то есть он пока находится в этом состоянии сколько мы видим не раз два три четыре пять шесть шесть дней неделю то есть неделю мы стоим вот вот стоим мы неделю вот такому тренд же серьезным и поэтому здесь что может быть может выход даже с этого ренджа и цена и здесь уже можно пробовать с канала выходить можно выходить и и по но здесь данной ситуации по видите какой рендж стоит то есть фактически неделю что здесь будет здесь конечно все ждут продажи но может быть такая ситуация что может быть вылет сбивает всех кто собирается продавать и дальше принципе потом без вас уходит вниз такой вариант может быть вот такая ситуация на рынке всем спасибо кто смотрит мои обзоры таш также после обзора есть ссылка на мой курс форекс ада приглашаю кому интересно научиться зарабатывать на рынке на валютном рынке всем спасибо всем удачи удачи и трейдов пока и до завтра запись будет тоже завтра а